Всем привет! Ребята, сегодня выпуск для тех, кто не любит платить дважды или просто дороже за какую-то откровенную ерундовину. Сегодня мы не будем говорить о серьезных, важных, дорогих товарах и покупках, а поговорим о том, где в Германии можно купить то, что часто нужно, не хочется за него дорого платить, а выкинуть потом не жалко. Когда мы летим или едем в отпуск в Италию или Испанию, например, то, прогуливаясь по улицам городов этих стран, особенно в курортных местах, или если вы попадаете в индустриальные зоны, а бывает и просто в городе, вы обязательно наткнетесь на огромные китайские магазины, где все откровенно, а не завуалировано китайское, и даже продавцы зачастую китайцы. Китай внутри Германии не так ярко и явно выражен, особенно китайские товары. Их продажа идет под торговыми марками и в магазинах, обычно принадлежащих немецким компаниям, таких как KIK, TEDDY, PRICE PRINCE и ALERLINE. И, конечно же, намного больше в Германии есть, но мы поговорим об этих торговых марках или магазинах в силу того, что они либо самые распространенные и известные в Германии, либо больше и шире представлены в моем регионе, в районе Фрайбурга, и я о них больше знаю. Конечно же, на сегодняшний день это вообще спорный вопрос, что сейчас произведено не в Китае. Но мы не будем разоблачать дорогие бренды и выискивать, что же там, где производится, делается и так далее. Хотя, конечно же, любая торговая марка хочет сделать что-нибудь для себя побыстрее и подешевле. А произвести это можно только, конечно, в так называемой поднебесной стране, то есть в Китае. Итак, КИК. Компания достаточно молода. Немецкий бизнесмен Штефан Хейнинг в 1994 году, открыв в Дюссельдорфе магазин, заложил первый камень, фундамент, теперь уже такого крепенького здания под названием КИК. Это предприятие оказалось достаточно успешным по одной простой причине. Потому что все мы всегда хотим купить что-то подешевле и желательно неплохого качества. Халяву, как говорят, никто не отменял. Что же можно купить за недорого в КИКе? В основном это текстиль, а проще говоря, всякие одежки для детишек и взрослых. То есть 70% ассортимента – это одежда. О ней мы и поговорим, так как другие товары мы рассмотрим на примере других торговых марок и магазинов. Ведущая концепция торговой марки – доступность. Несмотря на это, качество на хорошем уровне. Примерно 12 тысяч продуктов каждый год проходят проверку на качество, прежде чем поступить в продажу. Все, рожденные как я в СССР, помнят знаменитый и оплакиваемый сейчас многими знак качества. Не спешите плакать, здесь существует стандарт «Экотекст 100», согласно которому производится одежда. Он получил признание Международной ассоциации по исследованию и контролю в области текстильной экологии. Детская одежда с такой маркировкой не содержит в составе тканей канцерогенных красок или производных тяжелых металлов, но тем не менее имеет хорошую стойкость печати и высокую степень носки. Что особенно будет интересно жителям постсоветского пространства, так это повышенный интерес к отзывам покупателей. Здесь, представьте себе, сотрудники компании очень оперативно на эту всю историю реагируют. Когда мы жили не в Германии, а в Украине, конечно же, такими штуками нас редко баловали. Особенно, когда речь идет о недорогих товарах. То какие там уже отзывы, какие-то рекламации, возвраты и обмены, конечно. А в Германии на это все есть быстрая и адекватная реакция. Ну и спасибо им за это. Здесь, как в принципе и в любом другом европейском магазине одежды, есть линейка размеров для подростков. Потому что, почему я об этом заговорила? Потому что для меня, когда София была в возрасте тинейджер, это был такой больной вопрос. Где и как бы нормально одеть этого ребенка, который уже вырос из маленького и как бы еще не дорос до взрослых размеров. Вот такая проблема стояла очень остро для меня. Да, там в Украине, например, купить джинсы нормально было невозможно. Они были либо нормальные по длине, на мою худенькую высокую девочку. Тогда очень широкие в поясе. Либо, как говорится, по фигуре, но тогда это было больше похоже на бриджи, чем на джинсы. Вот. И приехав в Германию, выяснилось, что все-таки здесь они подозревают о том, что есть такие люди, как подростки. И это было очень приятно. В настоящее время данный дискаунтер входит в десятку крупнейших розничных сетей Германии, насчитывая более 3200 магазинов в Европе, 2600 из которых расположены в самой Германии. Цель бренда – открытие как минимум 4000 магазинов, чтобы у каждой семьи была возможность приобрести недорогие качественные товары. Чтобы как можно больше людей имели возможность познакомиться с продукцией компании, был запущен интернет-магазин www.kick.de. За короткие сроки он стал очень популярным во всех уголках мира. Идем дальше. Торговая марка «Тедди». Обычно эти магазины соседствуют. Ну, по крайней мере, я заметила такую логику, что там, где есть место, и много магазинов разных направлений, профилей и так далее, то есть обычный супермаркет, продуктовый, какой-то хозяйственный магазин, и вот эти вот дискаунтеры, то есть для них, для всех есть место, то тогда они соседствуют. Если же мы говорим о расположении, например, в центре города, где такой роскоши, как свободное место, обычно нет, то тогда они могут ходить по отдельности. В «Тедди», в отличие от «Кика», нет одежды, но есть огромный ассортимент канцелярских товаров, всякой бытовой и хозяйственной всячины, а также декора для дома и различных праздников, игрушек и всего, что нужно для поделок с детишками. И даже взрослые дамы, если вы вяжете или вышиваете, или, не знаю, занимаетесь оригами, особенно если вы при этом не согласны дорого платить за нужные вам для работы расходники, то вам однозначно сюда. Есть отделы для животных, где тоже есть все игрушки, корм, переноски и так далее. Мужчины тоже найдут здесь самое необходимое. Это тот вариант, когда нет смысла гнаться куда-то за 3-9 земель за гвоздиками, шурупчиками, монтажной лентой или двусторонним скотчем. Да, еще и платить за эту ерунду кучу денег. «Тедди», к вашим услугам. Переходим к следующей торговой марке. Это «Прайс Принц». В принципе, это магазин, который работает по такой же системе, как и два предыдущих. Но единственное, что отличает один от другого эти магазины, что в каком-то из них можно найти линейку товаров, которую вы не встретите в других. Например, в ближайшем к нам «Прайс Принце» я нашла полочку со специями, что было очень приятно, потому что обычно в обычных супермаркетах и магазинах специи здесь стоят достаточно дорого. Ну, по крайней мере, точно не так дешево, как в Украине. Вот, поэтому это было классно и круто. Но вообще эти магазины, конечно же, называются, то есть входят в категорию «Нон-фуд». Это не продуктовые. Хотя какие-то конфетки, желешки и кукурузные палочки в них можно найти. Пока вы рассматриваете, что можно купить в «Прайс Принце», я вам расскажу, что в любом из этих магазинов уже дискаунтеров. То есть цены там и так привлекательные, есть сезонные и постоянно действующие скидки. Вам нужно будет выучить только два слова по-немецки «Аб» и «Алес». «Аб» означает «от», а «Алес» – «все». А дальше внимательно читайте таблички. Либо цена на «все» на этой стойке или полке такая, как указано на табличке, либо от такой цены здесь представлены товары. Да, вспомнила еще одну деталь. Будучи в отпуске в Хорватии, мы присутствовали при открытии магазина «Кик». Так вот там это все выглядело как бутик. Можете себе представить. Ну, в принципе, почему бы и нет. Качеством эта торговая марка все-таки дорожит, как мы уже об этом упоминали и говорили сегодня. А цены во всех странах Евросоюза, кроме Австрии, Германии, по-моему, Нидерландов, я могу сомневаться насчет Голландии, но мне кажется, что у них такая же цена, как в Германии и в Австрии, а во всех остальных странах Евросоюза цена выше. Это все указано прямо на этикетке. Разница не особо большая, но тем не менее она есть. Магазин «Алерляй». У нас во Фрайбурге эта система похожа больше на франчайзинг. Я делаю такой вывод из того, что один из магазинов представляет собой чисто рай китайской дешевой всякой всячины. А другой, известный мне, это все же то же самое, но уже с добавлением интернет-кафе. Там наряду с товарами, которые можно найти в любом таком магазине, вы увидите еще и широкий выбор фотобумаги, картона и так далее. Уже, скажем, офисных принадлежностей. Также можно получить и отправить деньги, воспользовавшись разными сервисами типа CoronaPay, что в период пандемии стало чрезвычайно популярным. А сейчас мы вам дадим немножко предметности, как говорится, и наглядности. Пока мы снимали этот выпуск и ходили по этим магазинчикам недорогим, китайским, как говорится, то мы купили то, что нужно нашей Тамаре для школы или там Штефани для садика, например. Всякую канцелярскую ерунду в виде фломастеров. Такое здесь в Германии это называется тинтенкиллер. Тинтен – это чернила. Здесь дети пишут чернильными ручками, как мы писали в Советском Союзе. То есть вся школа и начальная, и средняя пишет чернильными ручками. И, соответственно, есть вот такие штуки, которые… Ну, собственно говоря, это хлорка, грубо говоря, да, которая идет через… Может, сейчас это тоже есть где-то в России и в Украине, когда мы уезжали, не было. Вот. И просто она вытирает эти чернила, да, и на обратном конце такая штука, которая потом по этому стертому пишет, да, потому что обычная ручка уже там не напишет. Такую штуку и клей, обычный канцелярский прозрачный клей. Я уже не помню, в каком конкретном магазине что покупали, но это не суть важно, потому что здесь мы говорим о том, что все стоит, неважно в каком купили, будет стоить одинаково. Единственное, что если взять эти тинтенкиллеры, эти убийцы чернил, так если переводить дословно, то одни – это крутой торговой марки Pelican, а вторые Stilex, которые вот все от этой марки, то тогда здесь будет 50 центов разница. Эти стоят 2 евро, эти – полтора. Фломастеры в одном магазине, вот здесь написано 2,99, то тогда в другом написано 3, то есть это одно и то же, да. Фломастеры ровно одинаковые, смотрите. Вот. И клей, конечно же, отличается только цветом крышечки. И здесь 0,99, а здесь 1 евро. Поэтому, в принципе, вы поняли, что если вам нужно детям что-то для школы, такое, скажем, расходные материалы, которые пописали, выбросили, так же самое, как поклеили или там что-то еще, то абсолютно нет смысла это искать в других магазинах и платить дороже и больше. Все равно это выбросится через какое-то время, и вы побежите опять за новой партией вот этих всех штук. Теперь подводим итоги. Почему же эти магазины так популярны в Германии, где, казалось бы, все топят за марки и бренды? А немцев в этих магазинах тоже очень много, и покупают они все эти дешевые безделушки так же охотно, как и иностранцы. И если в центре Фрайбурга, где эти магазины пользуются особой популярностью у пресловутых беженцев и других иностранцев, можно прекрасно нарваться на полупустой магазин, не потому что там нет покупателей, а потому что там уже нельзя купить ничего приличного. То в селах, если вы отъедете буквально немного от Фрайбурга, вы найдете достаточно приличные магазины этих торговых марок с прекрасным ассортиментом. Уже совсем недавно на наших, как говорится, глазах сами эти торговые площади во многих местах переобустроили, и они выглядят очень пристойно. Сегодня мы обсудили товары и цены только в этих четырех торговых марках. Здесь есть, конечно, в Германии и другие магазины, такие же китайские, в любом направлении. Есть и роллер мебельный, есть и Дайчман обувный, но об этом как-нибудь в следующий раз. А сегодня добавлю только то, что каждая из этих торговых марок следит за качеством, и, например, в обувном Дайчмане вы встретите такие бренды, как Nike, Adidas, но по привлекательной цене.